Юрий Соломин не был в Чите 40 лет. Знаменитого земляка и его театр встречали хлебом с солью, стопкой водочки и казачьими песнями. Я с огромным удовольствием приехал сюда. Мы подобрали хороший репертуар. Мы будем говорить только Островского. На следующий день Юрий Мефодьевич долго искал дом, куда он в декабре 41-го принес с родителями из роддома своего младшего брата Виталия и нашел. Здесь была такая металлическая загородочка. Несколько скупинек. Амплуа у них были разные. Юрий Соломин – актер драматический. Вот встречаешь человека, проходишь мимо рассеянно. А он перед тобой как целое царство в дымящихся развалинах. А Виталий – скорее комедийный актер. Он был легче, живее, не такой серьезный. Ты настоящий друг. А ты – настоящая свинья. Что? И в историю два великих актера вошли, конечно, вместе. Два огромных таланта. И два человека, неразрывно связанных друг с другом. Виталий был признан англичанами лучшим доктором Ватсоном всех времен и народов. И так сыграл неуверенного метущегося героя в «Зимней вишне», что женщины не могли смотреть этот фильм без слез. Давай поженимся. А Юрий Соломин – это прежде всего адъютант его превосходительства. Человек в погонах, образец настоящего мужчины. Такие не мечутся. Паренек из Читы приехал поступать в Щепкинское училище, увидев документальный фильм 1949 года о Малом театре. На экране были Ильинский, Светловидов, Владиславский, все старики, бабочки. И вот он заразился этим. Заразился. Ну, что-то такое щелкнул. Юра прошел три тура. Впереди был решающий раунд – конкурс. И у приехавшего с ним отца вдруг украли все деньги, вещи и билеты на поезд. И Юра заявился к набиравшей курс Вере Пашенной. И поставил вопрос ребром, что было верхом наглости и почти самоубийством. Вера Николаевна говорит, садись. Я присел, и она меня спрашивает, ты откуда? Я говорю, из Читы. Она говорит, боже мой, там же лагеря. И Верникова говорит, взгляд, который длился вечности, значит, на меня смотрела-смотрела. И сказал, ну, оставайся. И великая актриса не ошиблась. Малому театру Юрий Соломин отдал почти 70 лет. Первую свою свою большую я сыграл у Игоря Владимировича Ильинского. И кого бы вы подумали, в «Ревизоре» я сыграл самую главную роль. Он быстро стал звездой. И спал в самолетах и поездах, одновременно снимаясь в Москве, Ленинграде, Свердловске. Ну, ни в чем я не виновата. Слово даю. Как у вас со слезами здорово получается. Опыт большой. Техника. В 1973 году на гастролях театра в Киеве он пережил клиническую смерть. Врачи думали, что у актера болит живот из-за отравления. А это был гнойный аппендицит. Он хотел выйти на сцену, но потерял сознание. И летел к свету по какому-то коридору. Одной ногой в могиле было, на самом деле, бесчисленное количество раз. Но мы его называли «Птица Феникс» всегда. Не бойся, Дерсу, ничего тебе мертвый тигр не сделает. Конька сделает. Другую амбу посылай. Юрий Соломин был одним из немногих советских актеров, кем восхищались за границей. Фильм «Дерсу у зала», где он сыграл Арсеньева, получил Оскара как лучший зарубежный фильм. Всемирно известный японский режиссер Акира Курасава выбрал на главную роль Юрия Соломина из шести претендентов, лишь посмотрев пару серий «Адъютанта его превосходительства». Но на вручение Оскара Соломина, как было принято в советское время, не пригласили. Он это говорил, да, что «Минуту славы у меня украли». И его еще больше полюбили в Японии, когда Соломин сыграл в мелодраме «Мелодии белой ночи». Трагическая история любви японской пианистки и русского композитора вызвала слезы всей страны. Перестань же, родная. Перестань же ты мучиться. Ну, почему? Ну, почему все так? Москва, 15 января 2024 года. Проститься с Юрием Соломиным пришел посол страны восходящего солнца и выглядел искренне грустным человеком. Он прожил 88 лет и стал для многих настолько близким человеком, что жизнь без него казалась невозможной. Я плакала, хотя не ожидала, что буду, держала себя, но плакала. Потому что для меня это очень близкий человек стал, родной. Москва, 22 мая 2012 года. Никитский бульвар, дом 9. Его еще называют домом полярников. Здесь жила мама братьев Соломиных и Виталий. Мемориальная, которую ждали все 10 лет. Я не понимаю, почему надо ждать 10 лет. Как будто через 10 лет что-то может измениться. Тоску открывает вдова Виталия и вспоминает счастливые годы, проведенные в этих стенах. Во-первых, мы были намного моложе. Во-вторых, у нас тут были, поскольку квартира была большая, гостей можно было принять много, гостей было много и часто, и очень весело. Среди собравшихся Василий Ливанов, который подружился с Виталием на съемках Шерлока Холмса. Будущее, по-вашему, не так мрачное, как мне кажется? Но этого бесподобного кинодуэта могло не быть. На одной из первых съемок Ливанов опоздал. И Соломин резко потребовал у режиссера найти другого Шерлока Холмса. Опозданий он не прощал. Любил расхлябанности, разболтанности. Он любил дисциплину, правда. И сам старался всегда быть пунктуальным. Москва, 31 мая 2002 года. Длинная очередь людей возле Малого театра. Центр Москвы парализован. Чтобы вместить всех, можно было построить второй театр. На сцене Большого зала выставлены костюмы, в которых Виталий Соломин выходил на сцену. За гробом портрет. Проститься с ним пришло невероятное количество коллег. И слезы на глазах у всех были искренни. А только помнишь, что я с ума не сошла. Это был ужас. Это вообще даже невозможно передать, что я испытывала. Отпевали Виталия Соломина в храме свидетелей Афанасия и Кирилла в Большом Афанасьевском переулке. И всем было больно смотреть на его старшего брата. Юрий Мифоевич два раза чуть не упал в обморок. То есть его поддерживали, его держали. Потом мы все-таки давали ему воды, давали на шатырь. В конечном итоге пришлось его посадить, вывезти. Это было видно, как ему было трудно проститься с братом. Родители Юрия и Виталия Соломина были музыкальными педагогами. Они оба учились в Ленинградской консерватории. И Зинаида Ананьевна могла стать выдающейся оперной певицей. У нее случилась какая-то инфекционная болезнь с сильным осложнением на уши. И она потеряла слуху. Ей пришлось распрощаться с мечтами о вокальной карьере. Она вернулась в Читу. И вернулся с ней Мефодий Викторович тоже как бы. А он на дирижерском отделении учился. Сначала у них родился Юрий. Через шесть лет Виталий. И в семье еще была приемная дочь. Зинаида Ананьевна мечтала, что Виталий станет пианистом. Но у него была тяга к точным наукам. А в старших классах он решил, что хочет быть актером. И записался в драм-кружок. В 1953 году Юрий уехал в Москву. И стал студентом Щепкинского театрального училища. У него, конечно, прекрасное лицо. Он даже чем-то в юности напоминал Жерар Филипп. А Виталий сначала показался московской комиссией, приехавшей в Читу. И с треском провалился. Но Юрий сказал брату, приезжай в столицу. И Виталий тоже поступил в Щепку. Мать велела тебя проводить. Не надо, Женя, вы же простудитесь. Что ты на «вы»? Ну куда, сюда? Туда? Когда появился фильм «Женщины», его стали называть «Виталий Соловин. Подарок женщинам 8 марта». А через 4 года вышел на экраны адъютант его превосходительства, который сделал абсолютной звездой старшего брата. Павел Андреевич, что случилось? Ничего особенного, ротмистер. Просто какие-то негодяи были невежливы с дамой. Это главная роль актерской судьбы Соломина. Но получил ее он с невероятным трудом. Режиссер Евгений Ташков хотел сначала снимать популярного актера Михаила Ножкина. Но Ножкина пригласил Герасимов в фильм «У озера». И Ташков измучил пробами Соломина. Я говорю, ты чего? Он говорит, слушай, замучили меня. Пять или шесть раз пробуюсь на адъютанта. Когда Ташков все же понял, что Кольцов – это, конечно, Соломин, и снял картину, против нее выступил худсовет. Спас адъютанта первый заместитель председателя КГБ СССР Семен Цвигун. Цвигуну показали картину. И Семен Кузьмич сказал, хорошая картина, правильная картина. Вы что, какой там худсовет? Москва, 17 ноября 2012 года. В Малом театре отмечают трудовой юбилей Соломина. Он пришел сюда после щепки в 1957-м. И прошло 55 лет не просто работы, а жизни в театре. Для него это просто родной дом. Давайте разносите, разносите, чего сидеть, а потом есть. Когда это по ходу действия, меньше продуктов уходит. Бессменный руководитель шутит, выглядит бодрым. Но все знают. Меньше месяца назад Соломин перенес тяжелый гипертонический криз. Попал в больницу. Всем было страшно. Из больниц Соломин всегда уходил раньше срока. Больным быть не хотел. У него было слишком много дел и огромная ответственность за театр, в разлуке с которым он быть не мог. Он ведь недолечивался. Он же не любил лечиться. И он не любил отдыхать там, где было положено. Младший брат Юрия Соломина тоже ненавидел врачей и жил, показывая всем, что плюет на свои болезни. Коллеги видели, у него опять очень красное лицо и явно разыгралась гипертония. Но он делал вид, что ничего не происходит и выбегал на сцену. Только однажды мог сказать режиссеру или кому-нибудь еще. Говорит, давай побыстрее пройдем, а то у меня давление 200. Утром 23 апреля 2002 года Соломин чувствовал себя разбитым и очень усталым. Он был измотан поездкой в Ригу, где выступал с концертом. Но на отдых, как обычно, времени не было. Он просто принял лекарства и надеялся, что обойдется. Конечно, мне надо было настоять. Как это сделать практически? Вот я сейчас, знаете, как я это много прокручиваю? И всякие варианты от того, чтобы просто лечь поперек, не пустить его на тот спектакль. В спектакле «Свадьба Кричинского» он даже садился на шпагат и вел себя очень активно. В конце первого акта у него стал заплетаться язык, парализовало руку и ногу. У актера случился инсульт. Он продолжал играть. Он продолжал играть. Он был зеленого цвета. Договорил до конца сцену. Он ее закончил. Он закончил, сел в кресло и больше не встал. Зрителям вернули деньги за билеты. Но на следующий день, когда все узнали, что Соломин в тяжелом состоянии в больнице, они принесли их обратно. Сейчас вспоминаю, да, слез. Народ вернул деньги. Спасибо. Извините. Спасибо. Мы свидетели этого. Москва, 15 января 2024 года. Сцена Малого театра утопает в цветах и венках. У гроба Юрия Соломина почетный караул и высокие лица. Спасибо вам большое за все, что вы делали для нашей страны. Для нашего народа. Спасибо. И, конечно, говорят сотрудники Малого театра, которому он отдал почти 70 лет. Это был действительно маршалл, не агитант, а маршалл величества нашего театра. В 91-м Юрий Соломин сыграл одну из лучших ролей в кино в фильме «Анна Карамазов». Богатый. Да, богатый. А если буду бедным, то непременно кого-нибудь убью. Но в театре, руководить которым он стал в 88-м году, обстановка была печальная. Нужно было сократить несколько десятков человек. Для кого-то это могло стать смертельным ударом. Мы вызвали всех народных артистов наших, и все наши старухи ведущие были. И мы им сказали, девочки, значит, либо надо кого-то сокращать 20, либо вот у нас есть такая бредовая мысль. Вам уйти на пенсию и на полставки. Легендарные старухи Малого взяли паузу. Но на следующий день согласились. И труппу театра за счет их средств сохранить удалось. Ведь этот уникальный случай, он выбран всем коллективом. Он был выбран подавляющим большинством членов коллектива. В 90-е многие любимые всей страной знаменитые артисты взялись за самую сложную роль в жизни, стали руководителями театров. И это было испытанием на прочность. Невероятно трудное дело. Олег Ефремов хотел реформировать МХАТ, в труппе которого было 156 человек. И было непонятно, что делать с этим огромным коллективом. За 18 лет правления ему не удалось уволить ни одного человека. Актеры годами не выходили на сцену, но из театра уходить не хотели. Держались за зарплату, прикрывались былыми заслугами. Ефремов же хотел, чтобы труппа была небольшой и мобильной. И все в ней были активны и востребованы публикой. На мой взгляд, сейчас и должна происходить реформа. Ему раньше других руководителей знаменитых театров удалось получить огромные деньги на ремонт исторического здания. И он решил, что в нем должна остаться лишь часть огромной труппы. А все остальные отправятся в МХАТ на Тверской бульвар. Собрание в театре длилось несколько дней. За скандалом следила вся страна. Я считаю, что над художественным театром нависла катастрофа. Вопрос этот должен решать Политбюро. Но чистить ряды половина театра отказалась. Актриса Елена Королева пыталась покончить жизнь самоубийством. Из-за событий в МХАТе скоропостижно скончался актер Леонид Харитонов. Сейчас два МХАТа. Если вы садитесь в такси и говорите «В МХАТ!», он спросит, какой вы, женский или мужский? Шел уже период, я не помню точно, как, он сказал, что это разделение не принесло того, что он ждал. Но вообще любое дело на крови оно не приносит. А там было много поломанных судеб. А в 92-м развалилась таганка. Это собрание в театре Юрий Любимов назовет потом бунтом стада. Громче всех выступал его любимый ученик Николай Губенко. Вы лжец. Вы прокляли все лучшее, что было в этом коллективе. Вы растоптали и предали этот коллектив. Вы не имеете права, я говорю. Артисты обвинили отца таганки в полном упадке театра и ясно дали понять, что такой руководитель им не нужен. Главный режиссер задумал приватизацию театра. Заявил, что трупу нужно сократить почти что вдвое и надо нанимать людей по временным контрактам. И Губенко заявил, что у несогласных будет своя таганка. Разделение происходило посредством, по-моему, 16, если я не ошибаюсь, судов. Никаких полюбовных голосований, ничего подобного не было. Мне было неприятно наблюдать историю этого разрыва. Результат столкновения этих темпераментов называется условная берлинская стена. А Соломин смог уберечь Малый театр от некрасивых скандалов. Лихие 90-е труппа пережила с огромными трудностями. В зале часто было мало зрителей. Пресса рвала репертуар на части. Малые обвиняли в отсталости, замшелости, морально устаревших постановках с душным запахом нафталина. Не было ни одной собаки театральной, которая не лаяла бы и не кусала Малый театр. Какие были чудовищные, разгромные рецензии. Здесь оставалось все, как в эпоху застоя. Классика с настоящими декорациями и костюмами, грамотной русской речью. Соломин считал, что в зале, где бывали Островский и Гоголь, экспериментов быть не может. И члены труппы были с ним согласны. Мы тут живем немножко по-другому. Я прошу прощения, но мы здесь занимаемся искусством, а не голые жопы показываем. Мы по-другому живем. Именно здесь пожелала побывать во время визита королева Елизавета II. Соломин подарил ей шкатулку с изображением Малого театра, и она была очень довольна. Сейчас, слава богу, наконец-то мы поняли, что это вообще-то наше достояние. Мы являемся официально Малый театр, является приюре Мифовича, получил статус национального достояния. Журналисты много написали и сказали о вечной конкуренции двух знаменитых братьев. Естественном явлении, когда речь идет о таких больших талантах и огромных амбициях каждого. Без конфликтов жить даже в семье нельзя с любимым человеком. Не бывает так. А уж в театре, людям творческим, конечно, конфликты были. Но когда братья вместе выходили на сцену или появлялись на киноэкране, зрители были в восторге. Неужели ты хочешь поехать вместе со мной в тюрьму? Нет. Я хочу, чтобы ты вместе со мной поехал на Балмаскара. Мы действительно великие актеры и потрясающего обаяния. Но в 1986 году Виталий ушел из Малого театра. Да еще и с обидой на старшего брата. По версии журналистов, Михаил Царев, который в то время руководил Малым, решил снять с репертуара спектакль «Живой труп», который поставил Виталий, и где он играл Протасова. И чтобы спектакль остался в репертуаре, эту роль Виталия взялся играть его старший брат. И Виталий громко хлопнул дверью. Но через два года, когда Юрия Мефодьевича выбрали художественным руководителем театра, Виталий вернулся в Малый театр и работал в нем до конца своих дней. Юрий Мефодьевич, он всегда ему помогал. Даже этот знаменитый конфликт, который был между ними, он не мешал ему как руководителю помогать ему как актеру и как режиссеру. Москва, 15 января 2024 года. Соболезнования президента и московского мэра, бывший и нынешний министр культуры, видные политики. Миши-то говорят о нем не только как о великом художнике, но как о великом гражданине, патриоте, который горячо переживал за судьбу своей Родины. В 90-е экономические проблемы, злобная критика репертуара Малого театра были лишь частью серьезных испытаний Юрия Соломина. Кто только не хотел прибрать к рукам это здание в центре столицы. Старое, вкусное здание, красивое. Тут можно было черта лысого сделать. И казино, и бордели, рестораны, и офисы в понаделы. Соломину даже пришлось завести охрану. Ведь была прямая угроза жизни. Время было такое. Да, у него был Женя при нем, совершенно замечательный охранник, охрана. В таком же стрессе жил в 90-е и еще один замечательный актер, которого боготворили миллионы граждан. Юрий Никулин стал директором цирка на Цветном бульваре и смог выбить деньги на строительство нового здания. И познакомился с представителями криминального мира. Никулина атаковало множество строительных фирм, которые мечтали освоить выделенные государством деньги. А это было 26 миллионов долларов. А имеющееся здание просто хотели захватить. В 1993 году был убит заместитель Юрия Никулина Михаил Седов. Через пять лет коммерческий директор Владимир Зеленцов. Ведь цирк на Цветном бульваре – это очень большая площадь, много квадратных метров, в самом сердце Москвы. Поэтому за вот это место, за него всегда шла война. В 1990 году Юрий Соломин был назначен министром культуры России. И он принял предложение с одним очень важным для него условием. Министр до шести часов, а шести я артист. А его предшественником при еле живом Советском Союзе был Николай Губенко. Но культуру в конце 80-х выделяли мало, страну лихорадило. Губенко был убежденным коммунистом и не принимал перемены. Поход во власть стоил ему немало здоровья. Хорошо ли это, когда драматурги, актеры и художники приходят в политику? Им сдает это добре, где умелцы, герцы, списыватели всегда идут на политику. Но Чехов им этого не советовал. Но Чехов им это не надеял. Он говорил, политика нужна художнику только постольку, поскольку он должен от нее обороняться. Соломин сомневался, принимать ли ему предложение занять высокий пост. Убедила решиться его на это супруга, чье мнение для него всегда было очень важно. Но в министрах он продержался всего лишь год. Денег на развитие культуры не давали. Кремлевские интриги отнимали время у работы в театре. Многие считают, что последней каплей стала идея объединить в одно три министерства. Соломин воспринял это как оскорбление культуры. Он сказал, чтобы я подписал как министр культуры, что театр, спорт и туризм одно и то же, да не будет этого. Все. И ушел. Открой трактир у дороги, каждый стук двери напомнит тебе о ней. В кино Юрий Соломин сыграл немало очень нежных, романтичных героев. Но в жизни он мог быть жестким и даже резким. Его не только уважали, его боялись. Знаете, как он мог вообще голосом дать? Да вы что, так дрожали стены? Да вы что? Вот такой сдержанный человек, понимаете? И все, конечно, так сказать, только его решение, только его решение. Но ради успеха театра он становился дипломатом и поражал всех терпением. Больше всех испытывала которая звезда малого театра Элина Быстрицкая. Она была против избрания Соломина художественным руководителем. Да, Элина Авраамовна, Царствие Небесное, проголосовала против тогда. Но все равно на ее карьере это в любом случае никак не отразилось потом. Почти каждая премьера с участием Быстрицкой оказывалась на грани срыва. Но Соломин терпел своенравную звезду, потому что ее любили зрители. Всегда любое распределение, которое было на Элину Авраамовну, на моей памяти заканчивались ничем. Или страшным Авралом, потому что выясняется, что она больше репетировать не будет, а деньги уже потрачены. Декорации есть, костюмы есть, все есть, а исполнителя нет. Быстрицкая, несмотря на преклонный возраст, была в прекрасной форме. Ей было глубоко за 80, но всех поражали ее подтянутая фигура и отсутствие борщин. Она очень много работала над собой, над своей внешностью. Она не делала никогда пластических операций. Кстати, сразу открываю секрет. У нее были совершенно свои методы. У нее была особая резина, она утягивала кожу и так далее, и так далее. В 2012-м Быстрицкая шокировала всех своим громким уходом из малого театра, где прослужила полвека. Ей предложили сыграть графиню в «Пиковой даме», но ей не нравилось, что в тексте Пушкина у ее героини слишком мало слов. Хлопнула дверь и ушла. И сказала, что она больше на репетицию не придет. Режиссер спектакля Андрей Житинкин добавил несколько сцен с ее участием. Но Быстрецкая своих решений не меняла никогда, даже под угрозой срыва премьеры. В итоге она позвонила актрисе Вере Васильевой и попросила заменить ее в спектакле. А Соломин уже устал терпеть выходки актрисы. Ситуация была уже всем не по силам. Она до этого один спектакль что-то почему-то не выпустила, а другой спектакль она поругалась с режиссером. И мне все сказали, что это ужасно, это чудовищный характер. Не просто было Соломину выстраивать отношения и с другими звездами театра. Чего только стоил обожаемый публикой Евгений Вестник. Евгений Яковлевич Вестник за спектакль «Ревизор», где он играл Городничего, выпивал бутылку к коньяку. Юрию Мифовичу можно учиться разному. Конечно, его мудрость, умение общаться с людьми, умение найти вот этот баланс. Глядя на Виталия на экране, многие думали, что и в жизни это мягкий, очаровательный человек, очень добрый и легкий. Вот мое сердце, оно принадлежит вам, возьмите его. Но это было не так. На самом деле, младший Соломин был очень далек от своих обаятельных героев. Он вообще никогда не был такой душа нараспашку. С ним нельзя было просто подойти и сказать «Эй, привет!» и стукнуть его по плечу. Жена Виталия, актриса Мария Леонидова, могла стать звездой. До знакомства с Соломиным она много снималась. Мне почему-то захотелось увидеть вас еще раз. Но Соломин сразу дал понять, о кино придется забыть. На первом месте у Марии должна быть семья. И Мария с мужем согласилась. Весь этот период ухаживания, он был обаятельный, милый, праздничный. Потом очень быстро сменилось на прозу жизни. Я поняла, что он мрачный, что он совсем не такой, что он все время в себе, что он мало общается. Это был уже второй брак Виталия. В начале 60-х он женился на актрисе Наталье Рудной. И семья развалилась через три несчастливых года. Мария целиком посвятила себя комфорту мужа и очень его любила. Но жить с ним было непросто. Одно время он был влюблен в актрису Светлану Аманову. Потом у Виталия Соломина был долгий роман с Еленой Цыплаковой. Дважды приходилось прощать. Первый раз было очень тяжело. Второй раз легче. Юрий Соломин был однолюбом. Никаких сплетен о его личной жизни журналисты собрать не могли. Я знал наших многих девушек, которые были на нем просто помешаны. Но это было абсолютно, как вам сказать, непреодолимо. Ольга Николаевна, это было святое. Они познакомились на первом курсе Щепкинского училища. К Юрию Запарту подсела опоздавшая милая девушка с роскошной косой. И потом она любила рассказывать. Я села на этот стул, мы посмотрели друг на друга. Говорят, ну вот и глядим теперь друг на друга. 60 лет. Молодые артисты Мэтра обожали. Скольких из них он вывел в люди? Четыре года я училась на курсе Юрия Мифовича Соломина. Четыре года он пытался сделать из меня хорошую актрису. И когда я сама почувствовала себя звездой на последней репетиции дипломного спектакля, он сказал, что я хожу по сцене, как тульский трактор. И я завопила, когда это кончится. А учитель крикнул, никогда. Спасибо, что это не кончается, потому что я люблю вас. Его мы любим, его мы ценим, ему всегда во всем верны. И будь вы сами на нашем месте, вы поступили бы так, как мы. Виталий тоже преподавал актерское мастерство во ВГИКе. И казался своим студентом настоящим сгустком энергии. За два года мы уже поставили четыре Водевиля. Четыре. Конечно, весь педагогический состав во ВГИКе. И удивлен, ну как так, ребят, на втором курсе уже четыре спектакля. Юрий Мефодьевич жил в центре Москвы, бывшей в квартире знаменитого актера Михаила Царева. И получил от государства небольшую дачу в Валентиновке. Соломненький домик, вот я видел, конечно, там ездили ассистенты. Там было пятеро собак, он не мог их покинуть. Всегда пятеро собак. А Виталий Соломин хотел обустроить роскошную по меркам 90-х дачу. И ради строительства дома лишил себя отпуска и выходных. И летал по всей стране без нормального сна и отдыха. Вот сыграл два спектакля, там, где-то там, на Сахалине, или бог знает где. Приехал, хватило только яму вырыть, чтобы расплатиться за рабочего. Его жена Мария чувствовала, что муж уже надорвался, но не смела ему беречить. После смерти мужа она дачу, в которую он вложил столько денег и сил, сразу продала. Потому что в моем понятии она была причиной его ухода. Он думал, что как бы хватит денег, уже все. И вдруг оказалось, что нет. И он тогда взял на себя вот несколько работ. В них было очень много общих черт. И долгие годы они были единым целым. Большую роль в поддержании теплых отношений всегда играла их мать Зинаида Ананьевна. Она горделась сыновьями и часто приглашала их с невестками в гости. Но в 1991 году Зинаида Ананьевна скончалась. И братья стали видеться гораздо реже. Каждый, так сказать, ушел в свою семью. И не было точки соприкосновения. Дети их не дружили между собой. Я думаю, причина в том, что да, пропал связующее звено и пропала вот эта вот дружба такая братская. В 2002 году режиссер Дмитрий Борщевский начал снимать телепроект «Московская сага». Роль профессора Градова досталась Юрию Соломину. В одной сцене режиссер потребовал сделать шесть дублей. Ему казалось, что актер выглядит вялым. Буквально падает мне наркотик. Дива, я не упрямился, я не мог. У меня страшный пристав радикулит. Что же вы не сказали, Дима, ну это был ваш замысел? Я должен был это сделать, я же актер. Съемки были длинными, тяжелыми. И Соломин, как всегда, работал на пределе всех сил. И его мужество, и сила воли поражали всю съемочную группу. Тяжело замолел на картине, у него был инфарад, мы его ждали несколько месяцев. Но он был человек могучего, морального, моральной стойкости. На Малый театр долгие годы смотреть было больно. Здание было насквозь прошито и стянуто рельсами и металлическими балками. Реконструкция Малого шла пять лет. И Юрий Соломин очень переживал, чем кончится грандиозная стройка. Почему он просил крышу не разбирать, когда был ремонт? Чтобы не улетела намоленность, чтобы не улетели души здесь. Москва, апрель 2016 года. Он очень устал играть спектакли на других площадках, тосковал по любимой сцене и с нетерпением ждал, когда же закончится отделка Малого театра. Когда делали фундамент, наши артисты играли на сцене в специальных защитных масках. Потому что вот эта мелкая взвесь от цемента, она очень вредная. После реконструкции Большого был реальный риск, что подземные воды нанесут малому непоправимый вред. Но подвалы укрепили, инженерные коммуникации заменили. Когда у них закончился ремонт, то они отдали часть денег, которые они не израсходовали на ремонт, вернули опять в Министерство культуры. «Вы такое когда-нибудь слышали? Чтобы вернули деньги». Юрий Мефодьевич вернул. В 2019 году умерла любимая жена Юрия Мефодьевича Ольга. Я тогда сказал своей семье. Вы знаете, мы можем его скоро потерять, потому что это был нерасторжимый союз. В память о своей жене и коллеге он выпустил на сцену последний спектакль, который Ольга Николаевна готовила вместе со своими студентами. Юрий Мефодьевич каждый день был в театре, включая зачастую выходные дни. И меня это поражало. Соломин переболел ковидом, но держался сам и подбадривал всю труппу. Москва, ноябрь 2023 года. Юрий Мефодьевич попал в больницу с инсультом. Он с трудом ходил до этого, падал на улице. И все очень переживали, ведь у Соломина было больное сердце. Его сердце было очень изношено. Там было несколько операций, очень серьезных операций. Он же с клапанами, со всеми делами, по полной программе. Соломин мечтал дожить до 90 лет. Ведь в малом всегда играли глубокие старики. Николай Аненков вышел на сцену в день 100-летнего юбилея. 9 января 2024 года Юрия Мефодьевича выписали из больницы. Казалось, он, наконец, пошел на поправку. Разные немножко были слухи, но потом, что вроде бы, так сказать, все восстанавливается и все неплохо. Он скончался 11 января в 12 часов 45 минут. Ровно минута в минуту в другой день, но в это же время ушла его жена. До последнего момента отца держала за руку дочь Дарья. А он обращался к жене. Слава Богу, вот уход его был очень таким спокойным, мирным. Казала Оля, Оля. То есть вот... Мне хочется думать, что она его там встретила. Юрию Соломину за выдающиеся заслуги полагалось место на Новодевичьем кладбище. Но он завещал похоронить себя рядом с любимой женой. Это его была воля, не Новодевичьей, а рядом с Ольгой на Троегоровском кладбище. Над свежей могилой прозвучал гимн России и прогремел троекратный воинский салют. Я очень боялась этого дня, скажу честно, вот как все пройдет. Но это было настолько красиво, достойно, четко, торжественно, невероятно. Понимали, что уходит патриарх, патриарх русской сцены, рыцарь сцены. Это отлично все понимали. И эта потеря, она непосредственно касалась каждого из нас. Зима выдалась снежная, но московская метель не замела яркие цветы в честь памяти выдающегося актера и гражданина России. Талант – это душа. Талант – это сердечность. Вот та душа, которую весь Запад разбирает. Что же это за русский характер такой, никак не могут понять. Редактор субтитров А.Семкин